Сначала ее называли аварией и лишь потом поняли, что это была катастрофа, вспоминает Алексей Тимохин. Он был отправлен в Чернобыль сразу после взрыва. Занимался съемками, документами, принимал участие в расследовании причин. Говорит, хоть виду не подавали, страшно было всем. Конечно страшно. Я не верю. Скажет вам каждый, кто побывал в этом пекле, я не верю, что не страшно. Страшно. Враг-то не видим, враг-то неизвестен, расстояние нигде не указано, сколько там частиц БР и так далее, никто ж не знал. Да и не знали, сколько смертельно, сколько средне, сколько легкой степени. Мы не знали. Это все потом познавалось. Чернобыльская катастрофа произошла 26 апреля 1986 года и стала крупнейшей в истории. Каждый год ликвидаторы аварии, ветераны, жены погибших собираются, чтобы почтить память товарищей. Весь год ими ведется просветительская работа в школах округа. У нас было 550 членов организации. Ну сейчас, конечно, уже 272 чернобыльца и 32 вдовы. Все это 304 человека, члены нашей организации. И вы знаете, когда мы встречаемся со школьниками, они слушают нас, честно, чисто по-человечески, открыв рты, потому что они не знали даже, что это такое. Благодаря администрации округа активистам, депутатам от «Единой России» теперь в Одинцове есть священное место. У мемориала на улице Маршала Неделина собираются все, кого коснулась эта трагедия. Ежегодно дань памяти отдает и Дмитрий Голубков, который принимал непосредственное участие в создании сквера. Есть это место в Дагунцовском городском округе очень важно. Это напоминание всем тем о том, какие страшные трагедии может принести техническая среда, технические предприятия. Светлая память всем тем, кто ушел. Здоровья всем тем, кто жив. Низкий вам поклон за ваши дела и за ваш подвиг. Красные гвоздики – символ благодарности и памяти традиционно возложили у памятного мемориала. Полина Бахова, Илья Павлов, телекомпания Одинцова.